Уважаемые наши подписчики, ну не скупитесь, делитесь нашим видео со своими друзьями, пусть они тоже подписываются, пусть тоже радуются жизни, и не забывайте ставить лайки, писать комментарии и нажимать на колокольчик. Тогда мы снова с вами увидимся. Знаете, господа, за что мы действительно должны благодарить военных, то, что они одни из первых заметили, что интеллект и компетентность, она не читается на лице, поэтому они придумали звание. А я свою Соню вчера в оперу водил, давали отела. Шо, культурная программа? Ну, шоб да, так нет, просто профилактика. Две подружки встречаются, общаются долго между собой, и вдруг одна говорит, слушай, а со мной однажды под Новый год случай был. Пошла я в лес за подснежниками и вышла беременна. То есть как это так? Ну, в лесу 12 месяцев встретила, на апреле и залетела. О, здорово! Ах, привет! Не понял, а что у тебя фингал под глазом? Да жена попалила. В смысле? Презервативы в кармане нашла. Да? А ты знаешь, когда у меня жена находит презервативы, вот глаза у нее злые, а сказать ничего не может. А чего? А я коллекционирую презервативы. И тебе советую. Классная отмазка. У врача доктор говорит, о-о-о, пациент, так у вас тут челюсть сломана сразу в трех местах. А как это вас так угораздило? Так я, так сказать, о-о-о, боже. Ну? А после окончания смены я взял ковш и поставил на открытый люк. Ну, думаю, выходные дети будут на стройке играться, чтобы никто из детей в открытый люк туда не упал. Ну? А в понедельник пришел на работу, поднял ковш, а оттуда вылезла три шантехника. Софа Львовна была уже, конечно, не персик, но еще не курагой. Поэтому Розочка всегда обращалась к ней за советом. И Софа Львовна ей часто говорила, «Запомни, Розочка, главное. Холодная женщина будет греться в шубе, купленной чисто на свои деньги». Поняла? Сантехник пришел на квартиру, отремонтировал кран, канализацию, забирает вещи и говорит, «Бабка, ну, все, все сделал, канализация работает, кран работает, так что давай, бабуль, с тебя пол-литра». Она говорит, «Э, сынок, а может деньгами?» «О, не, 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 бабуль, мне деньгами нельзя». «Почему, сынок?» «Да деньги я пропью». Муж собирается на работу и спрашивает у жены, «Дорогая, а ты мой пиджак почистила?» «Конечно, дорогой». «А брюки?» «Обязательно, дорогой». «А ботинки?» «Не поняла, у тебя что, и там карманы есть?» «Старый эмигрант с Кубы умирает в Америке. Близкие все собрались вокруг ложа, и он обращается к ним, говорит, «Друзья мои, родственники, перед смертью так хотелось бы поцеловать кубинский флаг». Они говорят, «А где же мы тебе в Америке найдем кубинский флаг?» «Найдите немедленно, я не могу так умереть, пока я не поцелую кубинский флаг». Все перерыли все, что можно, только в Америке где же найти кубинский флаг? Не могут его никак найти. И вдруг старший сын говорит, «Слушайте, у меня была одна девушка, так у нее на ягодице здоровенный кубинский флаг. А где эта девушка? Давайте ее найдем, а не давай звонить, дозвонились, наконец-то нашли эту девушку, привели ее к отцу. Говорит, «Вот, отец!» Они поворачивают девушку спиной к отцу, снимают штаны, задирают юбку, говорит, «Вот он, флаг!» Отец присмотрелся поближе, говорит, «Точно! Вот он, мой любимый флаг!» Он схватил за бедра девушку, подтащил ее к себе и в засос, поцеловал кубинский флаг. Затем оторвался и говорит, «Ну что, развернул девушку к себе и говорит, и с Фиделем попрощаюсь». Представляешь, Галка, решила мужу сделать сюрприз, ну, как ты мне советовала, поиграть с ним в ролевые игры. Ну, короче, нашла свою старую школьную одежду, напялила эту форму на себя, стою, жду. А он приходит с работы, и я такая его встречаю, а он говорит, «Блин, так устал, спать хочу». «Ну, а ты ему шо?» А я ему говорю, «Дорогой, а как же секс?» «Ну, а он тебе шо?» А он говорит, «Какой секс? Иди уроки учи». Я прошу прощения, а скажите, когда у вас день рождения? А зачем вам? Я хочу уточнить, когда у природы выходной? В поликлинике молодой доктор говорит пациенту, «Ну, вот, сделал все, что мог». «Доктор, вы че, охренели? Вы ж просто подули на рамку». «Ну, вот, все, что мог». Эдуард таки утонул в пруду, хотя по гороскопу он был рыба. И вообще, как человек, говно. Сема, ну, вы меня, конечно, извините, но мне так интересно. А шо говорит ваша жена, когда она хочет секса? Ну, шо говорит? Говорит, шо замерзла. А вы шо говорите, когда хотите секса? Я? Я говорю, шо я задержусь на работе. Дорогой, дорогой, а я себе трусики купила. Посмотри, они мне очень к лицу. Глаза хоть видно? Фима, скажите, а то я как-то никак не могу понять, шо такое рог изобилия? Ну, знаете, все, а я себе так думаю, шо это, когда твоя жена изменяет тебе с олигархом. О! А доктор сказал, что у меня врожденные способности к горнолыжному спорту. А ты каким образом? Кости быстро срастаются. Дорогие друзья, спасибо, что досмотрели наше видео до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и главное не болеть. Ну, а пока, пока!